Вашему вниманию представляется зимняя рыбалка на речке Южный Бух. Тестировать будем сегодня спиннинг Сан-Кроекс Вилд Ривер длиной 10 футов 6 дюймов тестом ультралайт. Тест по приманкам от 1,16 до 1,4 грамма. У нас стоит плетеночка 0,15, ну приманка, видите, джиг порядка 6 грамм. Все, начинаем заброс, смотрим, куда мы забросим, на какое расстояние. Начинаем ловлю. 6-граммовая приманка улетела примерно на 38-39 метров, так по моим скромным ощущениям. Дожидаемся падения на дно, начинаем плавно подматывать. Турбина в этом месте около 2,5-3 метров. В данный момент работает одна турбина на гидроэлектростанции. Плавают лебеди. Место довольно животистым. Саша, Саша, бери второй спиннинг, начинаем ловить. С нами на рыбалке присутствует наш помощник. Драдхар по кричке Рэм. Ему чуть больше двух лет. Его очень сильно волнуют лебеди. В них он видит добычу, так как он истинный охотник. Покажи, Таня Рэма, как он себя ведет. А, Рэм, как ты видишь дичь? Да, дичь далеко, вне пределах досягаемости. Младший сын Александр готовит второй спиннинг. Саша, подойди сюда, я тебе помогу. Второй спиннинг у нас называется фирма-производитель спиннинга Микада. Изначально он был длиной 2 метра 44 сантиметра. Но так как он у меня очень давно, и были небольшие поломки, пришлось его немного укоротить и сделать с него из двух частника одночастник. То есть он в данный момент неразборный. Оснащен катушкой Dive Caldea 2508, довольно легкой. И длина у спиннинга где-то порядка 2.30. Тест от 1 до 10 грамм. В данный момент оснастили его маленькой колебалочкой с металлическим поводком. Шнур восьмижильный, тоненький, толщиной 0.2 мм. Так, смотрим, как далеко у нас улетит колебалочка. Ну, заброс порядка 50 метров, что для такого веса довольно неплохо. Саша, осторожно, сзади ветки. Спиннинг очень длинный. Вероятность поймать судака не очень большая, но она есть. Саша, иди туда, чтобы тебе ветки не мешали. Передвинься немножко правее. В этом месте очень много зацепов. Вот, у меня уже в данный момент был зацеп. Мы его, по-моему, благополучно отцепили. На середине реки у нас есть каменистая коса, мелкая. Вот там, где плавают лебеди. Там как раз подводный остров. Так, а колебалочку мы, к сожалению, оторвали. Поэтому нам придется перевязывать приманку. Можете пока понаблюдать, как работает удилище Вилдривер от Сан Кроикс. Довольно редкая модель. Ультралайт длиной более трех метров. Мы попробуем оснастить сейчас воблером. Воблер от фирмы Касадака. Касадака Мираж. 50F. Плавающий воблер с длиной 5 сантиметров. На него весной этого года был пойман белый амур. Ловилась на него щучка, окунь, судак. Самая разнообразная рыба. Сейчас попробуем, как он себя ведет на Южном Буге. Сегодня 31 января 2016 года. Температура порядка плюс 5 градусов. Ветер где-то 5-6 метров в секунду. Но здесь он не очень ощущается. Воблер Касадака Мираж очень симпатично играет. К сожалению, вода немножко мутная. Наверное, не будет его игра хорошо видна. Можно показать поближе, как играет воблер в поверхности воды. На течение, если просто держать спиннинг вниз, то не надо делать никаких движений. Он самостоятельно заглубляется. И у него такая довольно амплитудная игра. Попробуем забросить его немножко дальше. Воблер Касадака улетел. Где-то на 40 метров, что для его веса очень даже неплохо. Саша, а как у тебя дела обстоят? Как пусть я попусти? Не-не-не. У тебя поводок упирается в тюльпан, Саша. Опусти ниже лес. Вот так. Отлично. И смотри, не зацепи оператора сзади за ухом. А то может быть травма. Да, заброс не очень, конечно, получился дальним. Таня, нажми пока паузу, потом еще паузу.